Панорама дня продолжает свою работу Денис Стойков и Дарья Левченко. Жители Европы давным-давно расчехлили свои палки для селфи и взяли давно запланированные отпуска. Тур-де-Франс с ветерком катится по Старому Свету, а вместе с ним и две российские команды Катюша и Тиньков с Саксом. Сейчас команда штурмует горные этапы. Наш корреспондент Илья Трифонов навел шороху на одном из них и понял, что любит велогонки не меньше биатлона. Тур-де-Франс Как команда отправляется на гонку. Гонщики пока не начали выходить из гостиницы, поэтому мы можем посмотреть, что же здесь находится прямо перед входом. Итак, это велосипеды, гоночные велосипеды, на которых и поедут представители команды Катюша. Номер 91 это основная машина нашего лидера, Хоакима Родригеса. Также можно увидеть на велосипеде специальные чипы, которые установлены здесь вот на раме, а также под седлом, по которым можно отслеживать положение гонщика в пелетоне. Это нужно для качественного осуществления лайф-трансляции. Мы видим здесь механики, собирают и запасные велосипеды, собирают питание. Ну и также в техничку под номером 1 и 2 укладываются вот такие вот специальные сумки, в которых находится запасная форма. По секрету, можно сейчас подсмотреть и показать вам, что же она из себя представляет. Упакована форма вот в такие вот специальные стаканчики, чтобы удобнее было гонщику передавать на скорости. Как видите, прямо из технички, из окна машины можно будет передать спортсмену вот эту вот форму, затем он ее вытащит и прямо на ходу сможет переодеться. В большом отделении у нас форма на случай плохой погоды, ветрозащитная, от дождя. Ну и запасные туфли, разумеется, тоже здесь. Эти сумочки поедут в первой и второй техничке. Запасная форма. Не удивляйтесь, этот сюжет будет носить несколько сумбурный характер. Мы осматривались. Впервые ведь на гранд-туре не знаем, где, как и в каком количестве снимать можно. Поэтому в свой первый день снимали все, что нам казалось интересным. Так вот, например, с тройным караваном мы ехали к месту старта. Там для нас тоже пока много всего неизведанного. И сейчас перед стартом происходит очень важная процедура. Подумать только. В век современных технологий на руль приклеиваются маленькие бумажки с какими-то условными обозначениями, надписями. Что здесь указано? Какая информация? Здесь указаны спринтерские промежуточные финиши, а также горные финиши. И на дистанции какие горы, с каким процентом и с какой протяженностью. То есть понятно, это как бы расписание гонки. На каком километре, какой градиент ожидается и когда ждать промежуточного финиша. Шпаргалка, то есть. Ну и здесь же по пути на старт компания официальный спонсор, представляющая напитки и питание. Антур де Францерс положила вот такой вот стенд вместительный, где можно подойти в любом количестве, взять энергетические гели, батончики, напитки. Но это для гонщиков в любом количестве. Сейчас узнаем, можно ли журналистам. Вот мы видим, гонцы набивают полные карманы едой. Эксквизми, простите, российское телевидение. Угостите чем-нибудь? Нет, это только для гонщиков. Ну, я такой же быстрый, как Хоаким Родригес. Ты много работаю, мне нужно питание. Сказал же вам, только для гонщиков. Вот, кстати, и первый из Катюши на этом пункте. Я взял вафли, ну или галеты. Питательная штука. И что, на все 200 километров калорий хватит? Не, ну у меня карманы глубокие, туда еще много чего поместится. Но это уже выдадут в команде. Вкусно все это, что приходится есть? Да, более чем. С разными вкусами йогурта, там, шоколада или фруктов. Ну что ж, тогда удачи и приятного аппетита. Не успел Тиаго отъехать, как встретил группу земляков. Специально из Португалии приехали. Здесь уж грех отказать в совместном фото или автографе. Да вы что, это ж моя обязанность. Специально ведь люди проделали тяжелый путь, чтобы увидеть нас. Одним из последних командный автобус покидает лидер Катюши Хуаким Родригес, которому Пиренеи не даются совсем. Днем ранее он проиграл лидерам 6 минут. Никуда не годится такая работа. Ноги вообще не слушались меня. Видимо, с формой немного промахнулся. Но в Пиренеях едется мне крайне тяжело. Хоть это почти домашняя трасса. На этом этапе Пурито, как называют Родригеса, проиграет еще 10 минут. Мы узнаем об этом по сообщениям командной рации и из интернета. Потому как следить за велосипедной гонкой воочию можно разве что только с вертолета. А его у нас пока нет. Вот так выглядит Тур-де-Фран с грозами обычного рядового болельщика. По ходу ленющего многокилометрового маршрута вы можете выбрать одну или несколько точек. Стоять и ждать, когда мимо тебя на молниеносной скорости промчится пеллетон. Но вряд ли ты что-то успеешь крикнуть своему любимому велогонщику. Да может ты его вообще не узнаешь в этой толпе. Тем не менее, желающих прикоснуться к легенде вот так, вот таким вот образом. Количество этих желающих исчисляется миллионами и даже десятками миллионов за эти три недели, что проходит Тур-де-Фран. Ну и также по ходу можно изучать географию и достопримечательности. Вот сейчас, например, мы находимся во всемирно известном городе Лурс. Население которого насчитывает всего лишь 15 тысяч человек. Но который в год принимает 5 миллионов паломников. А по количеству гостиниц занимает второе место во Франции после Парижа и опережая Ниццу. И это далеко не все, что удалось узнать в первый день пребывания на туре. Но это, как говорится, совсем другая история для другой передачи. Мы же двигались на финиш, проехав мимо. К сожалению, одно из самых живописных и сложных вершин. Тур-мале. Потому как здесь надо выбирать, либо ты проезжаешь по дистанции этапа до пелетона, либо после. Но тогда ты совсем ничего не увидишь. А чтобы увидеть, надо передвигаться по альтернативному маршруту параллельно с гонкой, кое-где пересекая трассу. Наш маршрут совпадал с дистанцией этапа только на финишных 10 километрах. Где мы успели окунуться в эту магическую атмосферу велогоночного Тур-де-Францовского боления. Тур-де-Францовского боления Это когда смогут прикоснуться к легенде. И это мы еще не знали, что увидим за финишной чертой. Там ажиотаж покруче и интерес у людей уже не праздный, а вполне профессиональный. Здесь метров через 200 после финиша настоящее журналистское сумасшествие. О том, что такое Мигзона, на Тур-де-Франц совершенно точно не слыхивали. Потому что, посмотрите, не десятки, сотни журналистов ожидают велогонщиков. Ну, кто где. Где поймали, там и записывают интервью. И обратите внимание, после финиша каждого гонщика встречает представитель команды. Провожает до того места, где припаркован автомобиль со сменной одеждой. Ребят ведь не знают заранее, где удастся занять место. Но затем спортсмены разворачиваются и своим же ходом на велосипедах спускаются на 10 километров вниз. Где стоит большой клубный автобус, который доставит их в гостиницу. Вот такая диспозиция в зону финиша. Таким большим автобусом просто не проехать. Илья Трифнов, Иван Попов, Ко-Тре, Верхней Пиренеи, Франция. Редактор субтитров А.Семкин